сейчас я вам покажу универсальный способ рисования портретов он подойдет также как и взрослым так и детям смотрите сегодня у нас такой специфический портрет африканской женщины можно так сказать даже у нас маска больше будет но это такой вот начальный этап как можно делать портреты не умею вообще ничего делать размещаем форму обязательно правильно размещая в листе чтобы пусть лучше убирается больше в потолок но снизу будет четверть пустого места я беру белый карандаш и весь рисунок буду делать именно так как он очень легко стирается ластиком не мельчим шею рисуем как бы сужающиеся к низу широкой и намечаю плечевой сустав форма головы она немного сужающаяся имеет форму лица но больше кавалу конечно можно немного наметить одежду какой-то узелочек здесь ткань таким образом мы заканчиваем шею такими бусами они даже тут выше как видите не с плечей а выше дальше начинается самое интересное сейчас мы будем делать маску но чтобы мы сделали правильное расположение глаз носа и губ надо сделать такой вот линии построения такой костяк скелет делим ровно пополам примерно так чтобы пополам было и дальше мы делим пополам нижнюю часть а потом вот эти отрезочки их должно быть 3 вот первый отрезок от подбородка до вот этой серединочки этот кусочек я вам выделю мы его отмеряем как по линеечке потом переводим вверх смотрим чтобы совпало если не совпало то здесь мы поднимаем дальше мы опять переносим вот на эту точечку ставим за рубку ну допустим здесь 55 и 5 а здесь должен остаться четвертиночка то есть мы немножко увеличим но не больше и не меньше основы сделаны и вот на вот этой линии у нас как раз получаются глаза ставим точками отметины для глаз проводим дугообразные линии и дальше мы выбираем разрез глаз то есть хотите выше внешние уголки то вы опускаете внутренние уголки глубже вот так вот так я и сделаю остальное просто соединяем и еще расстояние между глаз за ним нужно внимательно посмотреть потому что она равняется не произвольно а если мы замер замер возьмем глаз помещается между глазами еще один вот такие вот у нас получаются отношения пока что схематично сильно не увлекаясь детализацию и смотрите дальше у нас идет нос нос у него кончик может быть разный может быть ниже может быть выше мы сделаем чтобы он немножечко вниз кончик ушел и проведем как бы вот такой вот треугольник наденем на эту линию такой как пятачок и губы 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 занимают вот как раз середину и не смотрите после носа обязательно нужно отступить чтобы осталось место для губ то есть нам надо будет еще отступить так как у нас будет верхняя и нижняя губа вот смотрите вот допустим верхняя вот такой простой формой хотите улыбка будет дальше нижняя губа нижняя еще толще так как это у нас африканская особо дальше смотрите не осталось совершенно место для подбородка это плохо поэтому мы немножко добавляем вот таким вот кружочком подбородок как будто маску одели и снова улучшаем лицо то есть край лица бумагу специально использую черную лучше здесь возьмите темную бумагу коричневая черная синяя серая темная но не белая ни в коем случае не светлая вот основы сделаны а еще забыла сказать уж уж и у нас всегда где-то где глаза немного выше глаз и вот если проведем пунктир заканчивается там где нос немного придаем форму такую вот волнистую но можно и просто как ручка у чайника простую сделать выпрямляем черепушку верхнюю часть головы делаем ее более такой квадратненькой и только наверху где-нибудь сглаживаем но основа она сделана теперь смотрите тем же белым карандашом несмотря на то что мы все привыкли что белки и глаз они белые тут у нас все наоборот вся вот это вот все это лицо маска и она как раз раскрашено белой краской смотрите сначала мы сделаем толщину носа вот так берем толщину носа добавляем и из-за этой толщины образуются брови потом мы вот так вот отмечаем такой вот трапецией кусочек даже еще больше вот так сделаем это у нас переносится переносится нам пригодятся все эти участки поэтому лучше делайте и смотрите сама маска я сейчас поменяю цвет возьму другой цвет если есть оранжевый или желтый карандаш возьмите его здесь на середине носа ставим такую отметку и пошли делать маску такая знаете как маскарадная маска для глаз и вот так спускаемся как вот здесь треугольная линия спускалась так и мы вот здесь это чем обусловлено тем что есть вот такие вот вот таким образом мы делаем еще границы то есть мы делаем нос объемным чтобы вы понимали маска ложится на нос не просто на пятачок а вот именно на форму носа как бы вам еще показать детали давайте белым карандашом вот вот эти ребра я хочу вам выделить вот они за те ребра и даже вот этот кончик я выберу чтобы эти ребра еще сильнее выделились вот они ребра черные остались как и вот этот пятачок носа тоже черный так высветлю дальше продолжаем делать маску здесь я возьму и дальше идет по форме лица можно по прямой сделать в зависимости от возраста то есть если вы немножко разбираетесь в портретах то делаем более выпуклые потому что щеки выпуклые они плоские вот эту часть я сразу закрашу желтым чтобы они растерялись часть маски потом верхнюю часть переносится дальше мы должны сделать оранжевый цвет дальше мы сделаем более темный цвет оранжевым но так как у меня нет оранжевого я буду использовать красный и двигаюсь вот бровями это область брови в общем-то этот красный уже выглядит как оранжевый смотрите чтобы желтый сделать оранжевым я по нему пройдусь красненьким и они перемешаются до постельные мелкие медики можно точно также смешивать как и гуашь как и масло вы это может еще попробовать сделать ваш и двигаемся мы теперь вот этим красным цветом по тем самым ребрам сверху который мы вот оставляли черным и прямо двигаемся на желтую вот эту основу сверху на площадку так как она у нас светлая и постоянно буду подсветлять желтым далее смотрите вот остался кусочек переносицы почему я их вот так вот делаю друг за другом потому что я хочу показать степень светлоты каждый из этих зон вот например самая светлая будет вот эта область потом щуки потом переносится вот эта большая часть я ее сначала покажу желтой чтобы она у меня была именно светлая видите светлая и только потом я ее сделаю оранжевый и я просто повторю процесс для того чтобы ее и делать еще светленькой ну как она светлая не светлее чем вот эта часть она все же темнее чем эта часть поэтому я еще раз пройдусь красным или розовым потому что розовый он тоже оранжевый делает цвет а вот эту если она у нас затемнилось снова желтым подсветляю самым темным будет под бровями поэтому есть сберу палец и вот так растушевую растушевание что мне дает давайте я вот растушкой покажу пальцем одно растушка другое растушка делает более темный цвет видите линии такие появляются ну дальше все просто и интересно берем белый цвет и начинаем с вами просто раскрашивать как детский рисунок все лицо каждый раз штрих я меняю по форме лица то есть например если здесь идет щека то она горизонтальная немножко скругленная такая вот диагональная если нос то тут тоже по диагонали губы тоже обходится по форме то есть не все одинаковым штрихом в данном случае здесь под губами вот так меняется штрих здесь под губой здесь тоже меняется по диагонали далее опять по диагонали вот так вот идем ну и снова меняем штрих по вертикали это вам для того чтобы вы вообще научились штриховать сделаем еще лоб белый смотрите здесь тоже важно очень штрих мы делаем такую площадку лба которая есть у всех людей штрихуется она вот так потом вот так вертикально горизонтально усиливая далее штрих обязательно идет по диагонали чтобы вы увидели что лоб уходит назад тем самым получается тот самый объем закругления в конце тоже не останавливаемся а в конце заворотик идет еще более сильная диагональная диагональный разворот вот таким образом мы с вами проработали штрихи можно взять растушку и прибавить полутонов теней ну и пятнышки которые есть на референсе да мы еще забыли носик сделать носик у нас есть немножко кружочком обозначается дабы его к нам приблизить высветлить вот поворот нос мы пока мы не будем затрагивать мы его так растушкой скатим как по горочке вниз по диагонали далее мы прибавляем тень то есть мы делаем растушевку тем самым образуя темные участки по бокам потому что не может резко закончится голова светло она обязательно закругляется особенно сильно стараемся скруглить на голове на лбу то есть прямо растушевываем стараясь чтобы как можно больше бумаги вытащить далее также по диагонали мы поднимаемся вверх слева справа и самая макушка она у нас пока что без волос тоже растушевывается мы сюда даже добавим теперь коричневый введем наконец цвет кожи настоящие они покрашены но не покрасить окрасились как как-то какой-то макияж себе на и навели попуаски этнический какой-то и мы добавляем цвета это не тон этот свет если надо мы наращиваем голову потому что у многих бывает не хватает вот здесь вот черепной коробки которая всегда расширяется по форме яйца то есть яйцо курс к низу подбородку сужается кверху она расширяется представьте себе четко формуется далее внизу подбородочек подводится ну и шея я пока делаю легкие легкую растушевку показываю специально направление далее видите у нас вот тут был как круглое ожерелье по нему и двигаемся заканчивая маневр так как у нас черная бумага за место затемнения то чем сильнее вы давите на мелок тем светлее он становится не наоборот если бы это была белая бумага то это бы сработал у нас черная бумага так здесь мы двигаемся по форме стараемся по форме контура по форме косточек вот здесь вот темно я сразу растушую пальцем как бы вот видно что утонула немного мышца далее мы делаем второе плечиком по кругу как бы по кругу по кругу потому что здесь есть большая кость которые собственно и формируют наши плечи дальше мы светлим по серединке руки а по краям мы как раз растушевываем так как там уходит в тень все теневые участки мы растушевываем они больше нам открывают бумаги и получается что затемнение естественно без всяких там черных цветов здесь у нас затемнение немножко в серединке очень немножко и сильно по краям слева справа если хотите можно стереть пластиком ненужные вещи далее мы намечаем ушки быстреньким штрихами второе ушко и вуаля уже немножко образовался человеческий вид да и еще давайте сразу затронем губы нижняя губа по законам светотени всегда светлая а верхняя темная поэтому верхнему и больше растушуем чтобы была видна бумага если туда попадает белый то она конечно не затемнится губы можно смело расширять так как у них форма губ довольно такая массивная делаем такую прибавляем форму сердечка вот здесь вот такой как треугольника растаскивая края ну а нижнюю губу мы высветляем то есть туда можно добавить беленького но мы не добавим туда беленького мы добавим какого-нибудь беженького светлый бежевый так как они не подкрашивали губы то они немного оранжевят и скорее даже там будет цвет коралловый серединке если хотите больше цвета добавить для вас туда оранжево-красного или сразу коралловый коралловый кто не знает этот цвет красно-оранжевый такой насыщенно насыщенно красный который переходит в оранжевый у меня ученики часто путают красный с оранжевым вот когда темно-красный он то есть темно-оранжевый он очень похож на красный так далее мы под подбородком белый растираем мастихин то есть не мастихин растушку надо будет почистить как ее почистить можно ее обкунь бумажку потереть так вот взять потереть либо помыть под краном с мылом но когда нету времени и вы в запале в таком рисуете то я использую просто то что под руки попадается какой-нибудь планшет на котором я рисую планшетка деревянная я имею ввиду кто не знает что такое планшетка для рисования то есть об нее хорошо стачивается смотрите полностью затемняя всю нижнюю часть двигаясь к подбородку и почему-то я подбородок забыла закрасить белым белый по кругу прям вот так вот прокрашиваю а под ним затемнение то есть растушевка силиконовой вот этой вот штуковинкой или бумажной или пальцем пастелью очень сложно рисовать на маленькой бумаге без растушки поэтому кого нету такой вот штучки вам нужно формат брать побольше тогда вы легко залезете пальцем и сможете делать мелкие детали далее вот мы прорисовываем форму уже из-за того что мы раз задушевали вот эту часть затемнили белый осталось верхняя светлая и подбородок светлый сейчас мы расставим акценты смотрите самый светлый акцент который останется у нас почти ну белым да так как у нас все-таки белый покрашен но это распространяется на любой цвет кожи абсолютно на любой будь он хоть вообще черный как ночь или и светлая не имеет значения самая светлая будет кончик носа и переносица поэтому я еще специально подсветляю белым всю вот эту часть имеется ввиду вот эта площадка носа я ее растушую чтобы на все-таки белесый не было так как она она имеет цвет оранжевый и вы знали что здесь всегда светло потому что это самая выбирающая часть к нам далее вы высветляете немножко немножко переносицу очень маленько потому что она все уже темнее так как она сгибается она уже темнее чем вот эта площадка далее самое по светлоте сильный сильный участок это лобная часть потому что она вверху а значит она близко к солнцу близко к источнику освещения значит мы и меньше растираем и растушевываем что до боковинки если вы сделаете жесткий переход у вас будет больше похоже на какого-нибудь очень такой схематичный вид человека поэтому делаем более плавные растушевки то есть как бы сшиваем их вот так между собой тем самым закругляя лобик делая его более мягеньким пластичным более женским так как я стараюсь всю женскую фигуру сделать и уже появилась маска далее по убыванию по светлоте идет вот эта вся область то есть я специально подсветляю часть под глаза под под глазами вот все щеки щеки это вот тоже тоже зона щек просто она у нас прокрашена в желтый тем самым я вам говорю что неважно какой цвет лица и какие там румяна но здесь у нас светлый участок и далее так как это светлый участок то все что внизу темная да значит мы берем я вот обычно вот так вот треугольным способом ну то есть вот похожи вот такими вот уголочками затемняю под щеками место то есть получается что у нас вот здесь образуются те самые носогубные складки да вот эта вся часть она уже высветляется но самое светлое это будет вот эта область значит вот это горочки по диагонали мы вот так разгоняем растушевываем затемняем и оставляем только вот эту вот капельку под носиком но она не должна отвлекать внимание от кончика носа надеюсь немножко стало понятно и сейчас будет уже следующее задание на глаза на украшения сейчас наступил такой этап когда можно уже добавлять деталек когда нам силиконовая растушка очень сильно понадобится и еще хотела бы добавить узоров на как бы сделать такую узорную кофту такую какую-то африканскую это синий это красный черный нам не понадобится пока вот эти два цвета и еще нам понадобится белый или даже на тени белый такой бежевый бежевый цвет для того чтобы сделать глаза заодно их выровняем вот такой формы они у нас стараемся черный тосе черные зрачки оставим а сверху мы вот веки делаем то что вы видите подводка у них есть такая подводка глаз я имею ввиду декоративная это как бы нас очень путает мы должны сначала сделать веки веки и растушкой я вот так спущусь вниз чтобы белки не были слишком излишне прямо светлые яркие нереально яркие я их вот таким образом гашу оставляя зрачки внутри зрачков мы берем фиолетовый как правило у тех у кого прямо сильные темные глаза они настолько темные что радужная оболочка сливается со зрачком и получается такой синий черный синий добавляем и черный можно снизу прямо тени вот так добавить сверху и там блики конечно блики вот туда можно тыкнуть и беленьким а можно какой-нибудь тепленький блик сделать оранжевый к примеру не давайте лучше оранжево-голубой холодноватый блик поделаем и только рядышком можно будет уточнить вот здесь белки в середине они блестят а здесь с левой стороны то есть здесь с левой и здесь с левой здесь можно по центру тоже блик бликочек такой добавить по центру и они как бы немножечко так вот поблескивают пройдитесь растушкой по векам выровняв все это дело можно взять прямо черный и вот так по складочке там пройтись и по низу тоже пройтись и у нас достаточно такие веки получаются объемными внизу сильно не выделяйте особенно черным там каким-нибудь коричневым можно выделить нижняя века синячок такой поэтому всегда берите темный чтобы именно прям синяком то и не выглядело заодно этим коричневым корректируйте немножко сжимайте глаз кверху вот так вот такой немножко прищуренный глаз получается можно залезть в радужку туда внутрь тем самым сделав его многоцветным белок поправлю и растушкой опять корректирую века если века совсем стало черным то вы внутри него подсветлите светленьким например коричневым или даже бежевым давайте даже оранжевым поделаем так как кожа у них такая вот черная очень насыщенная шоколадная то есть цвета должны быть тоже не сильно светлые дальше идет часть надбровных точнее вот брови сами брови а точнее то что под бровями и это мы затемняем вот как будто мы делаем макияж они как бы утопают можно вот так в сторону носа размазывать и все из маски превратилось в портрет благодаря тому что мы нанесли вот этот цвет вы примерно должны понимать как вот как кожа по идее везде меняется меняется тонально то есть вот вот эти вот например у нас темные части и имеют именно форму вот таких вот площадок я хочу чтобы вы благодаря этой маске вы поняли что на самом деле мы должны рисовать маску по сути не просто мы срисовываем слепо а очень чутко должны чувствовать грани прям как граненый стакан рисуем вот немножко можно еще растушевать черный по нижнему веку и еще желтый я даже сакцентирую под веками складочку то что само века нижняя она темная а под ним соответственно светлая давайте мы прям даже беженьки усилим вот это уже не века это уже мы щечку трогаем вот хотя бы на таком как бы в таком вот примитивном таким примитивным способом мы и рисуем портреты не надо сильно прям углубляться в сложности черным обязательно либо любым темным в данном случае у нас по черной бумаге смуглая кожа поэтому мы затемняем низ так как там совпадает у нас тень падающая и тень собственная от верхней все от верхней губы поэтому мы растушевываем наверх на полосочку и запомните что верхняя губа она всегда темнее нижней всегда золотое правило даже если вы накрашенные губы рисуете даже если вы не видите это помните нужно некоторые вещи просто держать в голове и оранжевым наоборот высветляю верхнюю где-то посерединке в основном высветляю а по краям на нет уходит запомните не важно какого цвета губы но должно быть высветление на нижней губе посередине можно ее еще выпучить когда вы рисуете и добиваетесь похожести следите как раз за контуром губ посередине то есть какой она форма бывает прямо галочка бывает очень прямая бывает как-то вообще опущенные уголки губ коричневый такой вот светленький и еще раз после того как вы растушевали можно пройтись посередине и уже не трогать оставив его темным чтобы еще усилить форму губ мне кажется маловато губы вообще для такого папуаса должны быть большие пошире верхнюю губу у нее есть склонность рисовать маленькие губы а тут надо наоборот расширять чтобы именно папуас получился ну и можно край губ как бы черной подводкой я намешиваю разных цветов фиолетовые коричневые особенно вот здесь в ямочке в уголочке тоже небольшое идет выпячивание губы поэтому здесь можно немножечко немножечко подсветлеть а дальше все перемешать и не забудьте опять надо будет поправить нижнюю складочку далее мы выправляем белым цветом форму стараюсь конечно не делать острые более закругленные губки чтобы именно передать колорит именно этого персонажа сверху так делаем внизу вот здесь как бы наоборот вписывается губа и таким образом она немножко заворачивается вот здесь чувствуете как здесь есть такие площадки сбоку и внизу можно уже не черным а каким-нибудь фиолетовым подчеркнуть потому что фиолетовым на коричневым очень хорошо создает тень и так можно с ними долго возиться но мы двинемся дальше смотрите так как вот здесь маска снизу идет хороший рефлекс благодаря этой маске вы сейчас увидите его вот он я беру вот этот светло-коричневый и провожу внизу вот такую вот подводку конечно сильно толстую не делаем как вот здесь например это я конечно лишко дала это часть она всегда высветляется и под ней вот я сейчас черным провожу идет полоска тени в основном только где подбородок вот переход ну это еще можно сказать второй подбородок смотря насколько вы сделали массивный здесь можно уменьшить возле ушей тогда второй подбородок исчезнет и заглушить притушевать растушевать вот с черным и вот этот темный увести в уши тем самым уши приглушаются и становится темнее ухо ухо уехало можно его легко поправить вот приглушаем уши посильнее вот эти вот зернышки можно растушевкой примять и вот здесь по краям шею тоже затемняем я вот этот черный из контура выбираю сюда на коричневый а центр шеи уже наоборот вот здесь светлее получается только вот здесь затемняем вот в таком горизонтальном положении здесь вы уже сами оформляете подбородок чтобы он был полегче уменьшаете его но вот этот яркий рефлекс он есть у всех людей если б не эта маска вы бы его не увидели то есть на самом деле он почему там не нанес потому что там кончается ли лицо и начинается другое ну то есть там начинается вот заворот подбородка под прямым углом поэтому он там и не нанес немножечко выделим ноздри прям черным я думаю ну раз он там не прокрасил можно это женщина у нас она не прокрасила женщина или мужчина как хотите конечно все могут быть лысыми и вот таким треугольничком треугольничком ноздри огромные не рисуем они у нас прямо ниточкой порой даже их растушевываем чтобы ни в коем случае они не выглядели такими отверстиями изъяющими прямо серым цветом или светло-серым я крылья носа вот так вот загибаю прям такой аккуратненький носик даже не папуасский нос получился серым потому что боковинки они все-таки темные а вот серединка кончик он белым так как это самая светлая часть я хочу это объединить и увести туда в маску как бы чтобы все-таки это был нос ну если нос у вас замарался ну вы выбелите его так как там просвечивает кожа то это естественно ну и вот так аккуратненько закругление такие вот делайте вот так улыбочкой вот эта часть у нас тоже светленькая на счет на щечках а вот здесь складочки получаются и здесь светленькие в ямочке и тогда получается такой хороший объем если хотите сделать ее моложе то их вот так вот смажьте эти складочки растушуйте и обязательно подчеркиваем вот эту грань подбородка но она не доходит до губ здесь идет хорошая только ямочка тени затемнения она как бы всегда присутствует и у нас получился объем слегка можно на ушки выделить ушки верхушки вот так вот так как заворачиваются раковинки у них вот эти светленькие и обобщить все это дело дальше они затемняются и уходят на нет с фоном списываются можно допустим там в центре обозначить немного затемнения черным если с фоном не списывается ушки отдалились теперь смотрите вот здесь в области еремной ямки ну то есть вот если вот так складочки провести я серым прямо прохожусь вот здесь и получается ворот вот он ворот такой вот и здесь так как шеи заворачивается ворот вот так обычно заворачивается а здесь прям может быть в шею то есть не ровно втыкается такой вот закругленностью а именно туда вот чувствуете вот это дело можно пригасить еремную ямку можно выделить например вот косточка еремной ямки и вот и обобщить туда увести а еще нам надо немножко намесить шею черным вот так прям намечаю вам такими вот линиями еще раз здесь смазываем здесь противоположная перпендикулярная растушевка и смотрите как она погрузилась теперь узорчики голубенькие и самая красота уже такие вот через расстояние декоративные усики дальше можно слабее давить так как они уходят и они еще в размере уменьшаются видите здесь вот они самые длинные дальше вот как идет поворот и там вот за поворотиком они уменьшаются и вот так они еще вот ложатся вот такую вот так положим более лежачим тогда смотрите совсем объем продолжение красные мусики повторяем здесь уже совсем лежат на плечах вот немного короче становится но смотрите как интересно дальше идут черные и ими мы и закончим потому что они как бы нам завершат всю картину очень логично нежели если там были яркие белые какие-то бусы можно прям заходить туда в красный и удлинить их даже вот вот такие вот узорчики интересненькие заметьте как сразу картина жила можно при желании добавить прически есть еще вероятность что скорее всего у вас будет коротенький лог поэтому немножечко его туда вверх доразмажьте растушуйте давайте я лучше фиолетовым покажу вот так вот объемчика добавили это вот как раз уже территория волос смазывайте здесь по диагональке от виска видите диагонали диагональный здесь горизонтальные плавный переход в лобную часть и на конце черным чтобы растушевать с черным по диагонали опять и более органично туда закруглилась голова особенно старайтесь это делать от виска потому что это основные точки помогающие нашей голове закрутиться стать объемной вот она как бы погрузилась у нас такая из тени такая выходит вышла из сумрака здесь также над ушком обобщаете диагональными движениями как бы вот такое вот движение не надо его далеко разводить вот чаще всего она сразу туда в скулу заходит вот вот вы благодаря этому возникают вот эти вот впадины глазницы и исчезают яркие контрасты вы конечно восстановите ушко еще раз его подчеркнете где все смазалось но иногда надо даже остановиться заставить себя оставить так как все есть я вот здесь еще сильнее желтеньким так как это передняя часть усиливают нам вот верхняя часть светлая так как здесь где брови всегда светло над бровью ровные дуги поэтому мы их высветляем в отличие от переносицы которая наоборот затемнена на этом фоне вот мы вот это высветляем а это остается темненьким ну и чтобы плавный переход растушевываем то есть вот она затемнение вот эта граница затемнение ну и все поздравляю мы с вами нарисовали портрет я уверена что у вас все получится и вы сможете нарисовать любой портрет какой только захотите для начала начните с вот такого легкого ракурса как фронтальный с такими вот масками с изобретением каких-то народностей ну то есть например вот африканский потом какой-нибудь еще там гейша попробуйте нарисовать у нее же тоже маска давайте пока с вот этого начнем а дальше усложняйте все это дело я желаю вам удачи удачи у вас все получится до свидания до новых встреч